Великий Устюг Обрывы проводов – угроза для прохожих, повреждение частной или муниципальной собственности. Все вышеперечисленное может произойти из-за неудобно расположенного, либо уже гнилого дерева, которое может в любой момент упасть. Чтобы его убрать, недостаточно большого желания и бензопилы. Без разрешения администрации убирать деревья нельзя. Дерево, независимо от того, растет оно на частной территории или на муниципальной территории, его убрать можно только с получением соответствующего разрешения. В любом случае, где бы оно ни находилось, необходимо обратиться в отдел городского хозяйства с заявлением, где вы указываете, какое вы дерево хотите убрать, где оно располагается, схему с расположением. Если это ваш земельный участок, значит свидетельство о собственности земельного участка. Указывайте причину, по которой необходимо убрать это дерево. То есть это может быть опасно стоящее дерево, это может дерево, которое задевает провода, приносит какие-то неудобства. В зависимости от того, какое это дерево, выезжает специалист администрации и делает соответствующее заключение. Если разрешение на уборку дерева получено, в нем обязательно указывается, что спил производится самостоятельно, а оставшиеся после работ мусор, ветки, листья и так далее будут утилизированы. Взамен нужно высадить другое дерево, это можно сделать на собственном участке. Убрать самостоятельно дерево, особенно большое, непросто и весьма затратно. В таком случае можно подать заявку на участие в программе «Народный бюджет». Стоимость действительно очень сильно варьируется, от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Понятно, это и какое дерево, маленькое, большое, какие затраты необходимы будут для того, чтобы убрать. Понимаем, оно может стоять где-то среди проводов, чтобы убрать его необходимо, или снимать провода, отключать электричество. Там еще какие-то затраты могут быть, то есть они перечислять, наверное, бессмысленно все. Когда делается коммерческое предложение или осмечивается работа по уборке дерева, оцениваются все эти риски. То есть берется диаметр ствола, в первую очередь его, учитывается и высота, и вот все вот эти моменты тоже. По народному бюджету ежегодно большое количество заявок идет, то есть порядка 8 заявок у нас в этом году. Это только те, которые прошли конкурсный отбор, их было больше на самом деле. Некоторые, к сожалению, не попали, не вошли в число победителей конкурса. Но те, которые у нас попали, мы уже провели аукционные процедуры, со следующей недели у нас работа уже подрядчиками будет проведена. Также уборка деревьев может производиться по другим программам. Например, старые тополя в сквере Речников в 2020 году спилили в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Учитывая немаленькую стоимость спила и уборки дерева, а также трудоемкость для выполнения этих работ, лучше обратиться в специализированную организацию. Самостоятельная уборка может обернуться большим штрафом. Дерево, да, и оно может упасть на соседний дом, принести какой-то ущерб. Может на провода упасть, может еще что-то, да, то есть все случаи не перечислить. Поэтому лучше, конечно, обращаться в организацию, кто этим занимается уже не первый год, но и обязательно согласовывать со всеми. Если без получения соответствующего разрешения дерево будет спилено, то человек будет наказан, ему придется выплатить компенсационную восстановительную стоимость в пятикратном размере. Сумма очень приличная. То есть это порядка, может быть, ну больше ста тысяч рублей точно. Как видите, убрать дерево достаточно просто, но все зависит от вашей инициативы. По программе «Народный бюджет» в этом году будет реализовано 8 проектов по уборке опасно стоящих деревьев. Часть из них уже реализована. Убрана опасно стоящая ветхая береза, ветки которой задевали электрические провода по адресу улица Виноградова, дом 85А. Жители дома номер 17 по улице Кооперативная вышли с инициативой по уборке кустов, деревьев и кронированию берез возле своего дома. Убраны больные черемухи и старые березы на перекрестке улиц Луговая и Рабочая. В прошлом году было убрано 25 деревьев на общую сумму 254 500 рублей. Это была передача ЖКХ. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова